Воронежский клуб Воронежский клуб 10 минут воронежцы приходили в себя И здесь свое слово сказал Долго дремавший бомбардир факела Михаил Бирюков Пробавлявшийся в последние месяцы Мечами с пенальти Синие-белые смогли сравнять счет На 27-й минуте Когда прострел Михаила Багаева Мастерски замкнул Михаил Бирюков Гол красавец Реальный шанс выйти вперед Был у воронежцев и на 37-й минуте Когда в острейшей контратаке Олег Самсонов не смог перенаправить мяч в ворота До конца первого тайма Еще дважды наши футболисты были близки к успеху Но сначала опасный удар головой Михаила Бирюкова парировал В акропатическом прыжке вратарь Ярославцев А затем вновь загубил голевой момент Олег Самсонов Который несмотря на промахи В заключительной стадии атаки Заметно добавил функционально И был активен и настойчив в поиске своих шансов Второй тайм начался с попыток гостей Перехватить инициативу И забить решающий гол Они имели территориальное преимущество Почти 20 минут Воронежцы могли изменить ситуацию Лишь после 70-й минуты Михаил Бирюков на 74-й минуте Сделал дубль Первым успех на добивание После удара Антона Заболотного Наконец-таки Михаил почувствовал голевой вкус И это должно поднять настроение всей команде Чтобы быстрее обрести свою игру И переместиться в десятку сильнейших команд А через 5 минут Реабилитировался забивший автогол Дмитрий Тихий Когда после массированной атаки Он мастерски распорядился мячом в штрафной гостей Не испугавшись многочисленных защитников И послал его в ворота в самый незащищенный угол Как говорят фанаты Был зрячий Сини-белые Спокойно довели матч до первой победы В футбольной национальной лиге Над сильной командой из Ярославля Мы понимали, что когда-то факел должно прорвать После трех неудач Потому что подобраны хорошие футболисты И со временем должны они сыграться Были к этому готовы Абсолютно к этой манере игры Когда стараются в силовой манере продавить Прежде всего через игру вверху Заболотного В общем-то это удалось Мы не справились Нас продавили Продавили на втором этаже И продавили в стандартных положениях В игре нашей команды По-прежнему просматривается много несогласованности В оборонительных действиях прежде всего Отсюда такой и неутешительный результат Хотел бы всех поздравить с победой Болельщиков наших Ребятам Выразить огромную благодарность Я восхищен их отношением В этой сложной ситуации турнирной После трех поражений Сыграть сегодня очень хорошего уровня Игру команда провела Если брать То безоговорочная победа Несмотря на то, что Складывалась для нас игра С точки зрения психологии Другая может быть Другая команда И, скажем, психологически Могла сыграть Ну, скажем так Психологически неустойчивость Проявить в этой ситуации В этой ситуации Смотрите, какая ситуация Туплинирная ситуация Раз При явном преимуществе В начале игры Мы не забиваем три мяча Которые Ну, два-то из них Должны были заканчиваться Два эпизода С фланговыми проходами С передачей В центральную зону Должны были заканчиваться Взятие ворот Не забиваем Несчастье Во второй игре подряд Срезка В газовике Гол в свои ворота Получаем Срезка здесь Гол в свои ворота Получаем И вот я за это Вот именно за Мастерство И за характер Которое команда проявила Очень благодарен ребятам Хотя сегодня попали мы Впервые в такую же ору Да, и вам жарко И нам на скамейке Всем жарко Но тем не менее Очень качественную игру И выдержали темп И во втором тайме Прибавили Прибавили И очень рад Что третий мяч забит После наигранной комбинации Прошла наконец она Все Единственное что Что есть шероховатости Есть шероховатости Есть замечания Это мы будем разбираться И в оборонительных действиях Там Тактического плана Просчеты небольшие И есть претензии Конечно По реализации По реализации Создавать столько моментов И реализовать Хотя три мяча Приличный результат Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует